Разминка, пробежка и базовые упражнения. Каратисты из клуба «Снабок», так же, как и воспитанники Академии боевых единоборств, несколько раз в неделю выходят на футбольное поле по улице Задорожная, чтобы позаниматься спортом на свежем воздухе. В неделю по три-четыре тренировки, по две в день, по три в день бывает старшая, младшая группа. То есть около 60 человек проходят в день через это поле. Это считает только нас. Плюс еще здесь ходят каратисты, занимаются еще другие ребята. Это местные жители, то есть других домов я не раз здесь видел. Здесь одно единственное поле, просто больше здесь ничего нет вообще на районе, где заниматься. Остальные там дальше дома, вообще у них нет ни площадки, ничего. У домов 11, 9 и 7 по улице Заводская, так же, как у домов номер 24 и 26 по Задорожной, нет достаточного количества детских площадок или придворовых территорий, где дети могли бы провести свободное время. Вся местная детвора собирается на футбольном поле, единственном в округе. Мы давно уже боремся с этим полем и отдают его под застройку многоэтажного дома, то есть на 850 квартир. Ну, сами представляете, что здесь будет. Это единственное футбольное поле, которое осталось у нас в городе бесплатно. Сами видите, сколько детей здесь занимается. Мы боремся уже четвертый год. То есть при Гридневе он, ну, как бы опустили руки, то есть сказали, что поле остается у нас. Сейчас пришла Ковалева и поступила информация, что документы, старший по дому ходил, подписаны на застройку дома. Документы подписали на том основании, что все жильцы этого района дали одобрение. Но такого не было. Два года назад около сотни жителей близлежащих домов пришли на публичные слушания, чтобы встретиться лицом к лицу с представителями предыдущей администрации и застройщика ООО «Казачий торговый дом», который является арендатором этой земли. Тогда им удалось убедить оппонентов, что строительство многоэтажки – это не лучшая идея. Но с приходом новой администрации возродился и страх за родное футбольное поле. Поэтому хочется обратиться к городу и к главе нашей, чтобы она увидела. Во-первых, она сама мама, у нее самый ребенок. И отбирать у детей, когда мы боремся за здоровый образ жизни города Ивантеевки, отбирать вот эту территорию, не знаю, как-то нелогично. Хочется, чтобы она нас услышала и посодействовала нам в этом вопросе. Хочется светлого будущего нашим детям, и чтобы они здесь играли. Они где-нибудь во дворах лазили или таскались по подъездам, как говорится, пили пиво. Сейчас кризис, и некоторые родители не могут позволить, допустим, платные кружки. И вот дети скитаются. А так сюда даже приезжают взрослые люди на машинах, даже в интернете спрашивают, где есть бесплатные поля. Сюда приезжают очень много младых людей, играют в футбол. Здесь по выходным играют в волейбол. Неравнодушные жители своими силами косят траву и убирают мусор на футбольном поле и волейбольной площадке. А зимой здесь заливают каток. Обещанную детскую площадку до сих пор ждут и больше не засаживают цветами выбранное пространство. Депутат бойцов с нами работал. Большая, конечно, ему благодарность. Но вот это поспособствовало здесь выкорчевать, выпилить. И результата никакого. Мужчина с первого подъезда, с дорожной 26, у него здесь была большая клумба. С цветами все, и тюльпаны он выращивал. То есть он следил за этим участком земли. Жители здесь собирались, всегда убирали. Сейчас вот все это вырубили, выкорчевали. Стоит вот этот пустырь заброшенный, вообще непонятно. И что, и мы даже не знаем, стоит нам здесь облагораживать, не стоит, а то мы труды вложим, а потом придут и скажут. Как сообщили нам в отделе архитектуры городской администрации, на данный момент они не располагают никакими данными о разрешении из области на строительство в этом районе. Однако, если разрешение Минстроя поступит, даже администрация города не имеет достаточно рычагов власти, чтобы остановить такое строительство. По документам 2008 года, на этом месте должен быть построен многоквартирный дом. И отменить это решение жители могут только через суд.